На самом деле они еще и ломаются часто. Допустим, мой Биотек сломался примерно на 50-й процедуре. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас о машинках и блоках, которые регулируют мощность. Ну, во-первых, очень часто меня спрашивают, есть, кстати, видео у нас уже о том, какую машинку выбрать, мое мнение об этом. Если мы говорим о недорогих машинках и о дорогих машинках, то, в принципе, каждый из них можно работать не через родной блок, а через обычный блок татуировочный типа critical. Кстати, зацените размеры. На вашем изящном столике вот эта вот огромная махина, мне кажется, смотрится и мешает. В принципе, я бы выбрала чем меньше, тем лучше. И родные блоки, вот допустим, NPM блок, на минимальной скорости он работает очень довольно жестко. То есть на некоторых зонах просто рвет и рубит кожу. А допустим, вот такой блок, он имеет гораздо больший диапазон регулировки. То есть тут тоже можно выбирать и чтобы линии рисовать мощность, и чтобы тени рисовать мощность, я имею в виду лайнер, шейдер. И можно просто вручную регулировать. Можно также работать с педалью. Сам он вот такой маленький, у него есть вот такие ножки. Прикручиваете и можете либо поставить вертикально, она на магните, и вы не смахнете, кстати, не упадет на пол, если шнур схватите. Либо можно его как летучую мышь подвесить, и тоже, что очень удобно, как бы к нижней части металлического столика подвесить и пользоваться. Не мешает, очень удобно. Но здесь ножка мне не нужна. Так вот, допустим, если у вас NPM или Biotec, или там какой-то еще другой аппарат, в принципе, у них у всех, вот сейчас покажу, родной шнур. По-моему, у Biotec он немножко другой, там сложнее будет. Можно перепаять, некоторые умельцы перепаивают. На обычных можно просто использовать переходник для того, чтобы подходил шнур к вашему аппарату. Работать можно как с кнопкой, так и с педалью. Я сейчас просто не вставила педаль. Педали бывают дистанционные, когда нет проводов, то есть мы минимизируем провода. А сейчас я вот покажу, что я могу на этом блоке машинку почти выключить. То есть она перестает, она вибрирует еще очень мягко, но звука почти нет. То есть на нет вообще ее согнать. И разогнать могу до такого состояния, что аж страшно в руках держать. Я сейчас о возможности регулировки. И если у нас это родной блок, скорость сейчас 140, я ставлю на минимальную скорость, вот 100. Это все. То есть если вдруг, больше нет регулировок, если вдруг для какой-то кожи эта скорость большая, а она довольно жестко работает, я замечала, что, допустим, на веках иногда мне хочется изменить мощность аппарата, то это все, что может предложить этот блок питания. На самом деле они еще и ломаются часто. Допустим, мой биотек сломался примерно на 50-й процедуре. Ручка работает, а блок не работает. И вот вы слышите разницу, да? Очень четкая регулировка скорости. Вот от очень высокой и до еле слышного шепота. То есть очень большой диапазон. И я замечала, я не электрик, я не инженер, вряд ли я расскажу правильно, но я замечала, что именно вот эта жесткость удара еще меняется. Я не могу объяснить, почему, к сожалению, может быть, мне кто-то поправит. Но я выбрала для себя работать любыми машинками и недорогими, и дорогими, такими как биотек и NPM через блок для татуировки. Потому что родные работают, к сожалению, не очень хорошо и часто ломаются. А также почему-то, я не знаю почему, они их делают огромными. Также очень часто ломаются шнуры. Вот, допустим, вот в этом аппарате, если поломается шнур, вот в этой части, а это очень частая поломка, то, ну, я не знаю, это надо отправлять на сервис, сам не починишь, потому что он выходит прямо отсюда. Также такая проблема бывает у всех аппаратов, в принципе, даже у таких. Но если это ломается вот обычный аппарат, то вы можете купить в любом магазине музыкальном шнур. Шнур, можете купить и поставить переходник для того, чтобы он подходил к блоку. Шнур подходит, в принципе, сюда, и другая его часть подходит после того, как я одела переходник к моему блоку. Все знают, что ХСФ очень мощная машина, ей можно практически резать, то есть регулировка мощности, очень большой диапазон. Можно делать любые зоны, любые процедуры, вот при помощи обычных шнуров. Шнур неплохого качества, но есть даже еще более тонкие, которые можно тоже использовать. Есть вот с Г-образными этими частями, так что тоже не проблема вообще. Вы покупаете шнуры и все эти запчасти в обычных музыкальных магазинах. Я не буду подключать вот эти две машинки, потому что, в принципе, они все работают примерно одинаково, и у всех такой же огромный диапазон. Можно работать абсолютно любой машинкой через вот такой микроскопический блок питания. И в отличие вот от этого, он стоит в 10 раз дешевле. Есть они, конечно, и более сложные, но можно купить самый простой critical и, в принципе, любой другой татуировочный блок, и прекрасно работать с педалью, без педали, как угодно. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.